Добрый день, друзья! В Москве проходит неразрешенный митинг оппозиции за честные выборы. При этом официально заявляют о том, что это встреча с избирателями зарегистрированных кандидатов, а вовсе никакой не митинг. Но самое интересное это, как нагнетается настоящая жара вокруг этого события. Просто открываем Яндекс и включаем мозги. Новости, раздел политика. Политолог считает справедливым отказ МОЗ избиркома регистрировать Соболь. Какой-то политолог, то есть фактически частное мнение чуть ли не в топе новостей, серьезно. А тетя Маша считает иначе. А тетя Клава по-другому, а давайте обсудим. Какая-то подозрительная новость прямо в Яндекс.Новостях. Дальше. Глава СПЧ призвал организаторов незаконной акции в Москве 27 июля строго соблюдать закон. Что значит строго соблюдать закон? В этой ситуации значит не проводить этот митинг. Все просто и ясно. К делу о митингах в Москве подключилась вторая служба ФСБ. Дело, которое возбудило ГСУ и СК по Москве, сопровождает службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Это фактически угроза, обратите внимание. Я просто иду по порядку. Сразу за топовыми новостями, которые у нас всегда по принципу «все хорошо, прекрасная маркиза», «как мы побеждаем во внешней политике». Сразу ниже за ними информация о митинге. Уровень доверия россиян к президенту достиг максимума. Оппозиционеры проведут несогласованную акцию у мэрии Москвы. Опять напоминают несогласованное, несогласованное. Дальше. Соболь мешает работе Мосгоресбиркома ради денег западных спонсоров. Вот эта новость просто огонь. Откуда они это взяли? Что это за информация? Конечно, никаких пояснений не дается. Но человек, который захочет узнать, что там за митинг проходит, сразу поймет, откуда уши растут. Путин ужесточил наказание за подделку документов. А вот это очень важно и интересно. Понимаете, о чем речь? Ведь, я думаю, никто даже внимания на это не обратит. Это повод посадить оппозиционеров за подделку подписей. Это и есть подделка документов, ребята. Я не думаю, что это просто совпадение, что именно сейчас. Ужесточается такой закон. К концу расследования вдруг окажется, что наказание для оппозиционеров значительно возросло. Дальше. Гоблин Пучков предупредил полицейских о дальнейших грязных действиях оппозиции. И надо задерживать жестче. Зачем это сделано, опять же, понятно. Ибо Гоблин – известная личность, раскрученная, но обычно его цитаты на Яндексе не публикуют. Смотрите уже, сколько новостей посвящены одному и тому же. Но и это не все. Соболь нужно не депутатское кресло, а шумиха в СМИ уверен эксперт. Опять какой-то эксперт. Даже не важно какой. Это просто надерганы цитаты, которые выгодны власти в данной ситуации. Но об этом сейчас поговорим. Депутат Федоров призвал полицию жестко пресечь незаконный митинг соратников Навального. Да-да, это тот самый депутат Евгений Федоров, который из национального освободительного движения. Который верно служит Единой России, который, по его мнению, и есть главный инструмент управления Россией из-за океана. Короче, друзья, новости просто сплошь забиты информацией о митинге. Информационная поддержка настолько сильная, ну то есть как поддержка, скорее информационное сопротивление этому настолько сильное, что я даже сомневаюсь, что они хотят, чтобы его не было. Наоборот, это больше напоминает рекламу. Конечно, сейчас вся толпа, все блогеры пойдут посмотреть на это действие. Это ж так интересно. Ведь какие вбросы звучали кроме этих новостей. Жесткий вариант разгона одобрен в Кремле. В Москву везут ОМОН из регионов. На дорогах к столицу замечены танки. Участниками митинга займется ФСБ. Футбольные фанаты будут бить участников митинга. Пока еще не звучала модная тема про чеченские отряды и патронов не жалеть. Мне кажется, что кому-то выгодно вывести и жестко разогнать этот майданчик. Во-первых, оппозицию можно будет засадить по самой небалой. Мы уже об этом говорили. Плюс новый закон, подписанный Путиным. Я думаю, это идеально подтверждает нашу прошлую версию. Во-вторых, всей стране расскажут, как боремся с Америкой. И надо срочно дать силовикам права работать еще жестче, быстрее задерживать, бить и все остальное. В-третьих, поумерим пыл оппозиции к выборам. Пока народ на дачах сидит, Кремлю работает вольготней. Поэтому, ребята, если вы хотите идти на этот митинг, я вас, конечно, отговаривать не стану. Но мне кажется, тут пахнет жареным. О да, и позвольте я отвечу на самые популярные комментарии от почитателей Навального. Пойду ли я на этот митинг? Нет, он незаконен. Мне нравится вести независимый канал. И я не хочу давать властям повод меня прижать, задержать, уволить, как-то по-другому на меня надавить. Более того, я уверен, что можно давить на власть в рамках закона, не нарушая никаких норм. Но почему неделю назад сделали митинг и все нормально, а сейчас нужно нарушать? И тут второй самый популярный вопрос. А ты, болтун-блогер, сам-то ничего не делаешь. Друзья мои, я блогер, а не политик. Я, как Навальный, президентом не обещал стать. Я не говорил, что меня поддерживает 20 миллионов человек. Я для вас собираю информацию и изо всех сил стараюсь оставаться объективным. Если вам это не нужно, можете отписываться. Я буду скучать всей душой. Но можете отписываться. Ну и самый шикарный вопрос. А какая твоя позиция? Что делать-то? Что ты предлагаешь? Ребят, вы серьезно? Так вы хотите, чтобы за вас кто-то принял решение о том, что надо делать? Вы не хотите взять информацию, пропустить через свое сознание и принять собственное решение? Вам нужна моя позиция, чтобы взять и думать так же? Чтобы ее просто скопировать? Серьезно? Ну с такой позиции Кремль может спать спокойно и вообще ни о чем не париться. Что там Жириновский вчера сказал? Будем до 40-го года работать? Ну тогда, видимо, так и будет. Ну ладно, ладно. Будем считать, что вы просто хотите знать мое мнение. Что я думаю? Подробнее. Хорошо. Я думаю, что митинги не работают на власть, как вы себе это представляете. Вы говорите, что если на улице выйдет 100 тысяч человек, все изменится? Да, я думаю, такой митинг возможен. Если цена на нефть упадет, а доллар раза в два подорожает. Вот это вполне реально. Вот тогда мы можем увидеть пустой холодильник и народный взрыв. Если вы думаете, что народ выйдет в зону Вального за Соболи Яшина, за право выбора, нет, не выйдет. У нас народ не особо голосовать-то ходит. Вы что, не в курсе? Потому что силен ящик. Потому что сами либералы не без греха. Да и левые слабы. Потому что вы сами убедили народ за много лет, что выборы ничего не решают. Вы же на всех каналах Ютуба орали об этом. Что все равно все подделают. Так хрен ли теперь бороться за эти выборы? Если они ничего не решают, ребята. Пол Москвы вообще по дачам разъехались. Ну не будет мега-митинга сегодня, вы чего? И завтра не будет. Удар по Кремлю нанесет не избирательная урна, а холодильник. Что же делать? Хорошо, рассказываю. Надо идти в суды. Знаете, почему сейчас команда Навального проиграла на выборах? Потому что в прошлые годы никто не сел за фальсификацией. Как там говорил Навальный? Если меня не пустили на выборы, значит это вообще не выборы и мне на них плевать. А должен был найти максимум нарушений на выборах в любых регионах. И показать всей стране, что фальсификаторы отвечают по всей строгости закона. Из тысяч нарушений, ну посадил бы пять человек. Не так уж это и сложно для великого Навального найти тысячу нарушений. Хорошо, пусть на 500 найдутся доказательства, а 500 останутся без доказательств. Из этих 500 на 100 найдутся железные доказательства. Уже этой сотни, 10 человек, даже в нашей судебной системе, можно было бы прижать. Можно было добиться серьезных наказаний. Можно было освещать, писать жалобы во все инстанции. Это было бы выгодно хотя бы какой-то из башен Кремля. А у них там тоже есть какие-то внутренние расклады, какая-то борьба. При должной работе можно было показать стране, что да, блин, выборы фальсифицировать себе накладно. Чтобы учителя, врачи, военные, чтобы они знали это. Чтобы страна знала, что вот это было бы поступок. Но нет. Навального это не касалось. И он забил. Юрист. Глава юридического фонда. Все соратники у него юристы. Но не умеют действовать по закону. Не умеют добиваться ничего в суде. И так далее, и тому подобное. И опять же, если левые, которых я поддерживаю, хотят прийти к власти, они должны заниматься тем же самым. Пока что не видно ничего такого. Один Платошкин где-то бегает сейчас в Хабаровске и добивается правды. А в основном-то только болтовня. Ребят, я блогер, я не политик. Но от политиков я жду именно активных действий. В судах, в думе, в решении конкретных вопросов. Опять же, нужно менять руководство левых партий, объединяться в коалиции. Пробивать своих людей на всевозможные даже мелкие должности. Это не популярно. Это не хайп. Дорожку отремонтировать, водопровод. Помочь жилье получить по горельцам каким-нибудь. Но этим нужно заниматься. Это и есть то, зачем нам нужны политики. А не бегать, скакать по площадям. Сейчас это нужно. Но когда мы власть поменяем, нам нужны люди, которые умеют жизнь налаживать, а не революции делать. Смотрите немножко наперед. Ну а в целом, друзья, я вами горжусь. Это очень сложно собрать на канале адекватную аудиторию. Когда такие спорные темы вы воспринимаете с умом, я горжусь нашим каналом. Спасибо вам от всей души. А на этом у меня все. Друзья, надо держаться вместе. Вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин